Регистрация в Кесарте Перекладывает на кого-то ответственность Отдавая деньги свои заработанные Для того, чтобы за них сделали 5-10 кликов И зарегистрировали их Для меня это конечно дико Но собственно поэтому я и расскажу В своем восприятии Понимание, какие проблемы были у меня И как вообще в целом зарегистрироваться там Ничего сложного И погнали сразу с проблем тогда Первая проблема у меня 2 ноута Это маковский и виндовс Именно по маку не пропускала регистрацию Как водителя Не давала проставлять даты По паспорту, моментов выдачи И по водительскому удостоверению Типа выдачи и окончания Наверное, либо безопасность мака Не дружила с этим сайтом Либо сайт был прописан на коленке Без учета скриптов маков Ноутбуков, макинтошев Как можно еще их назвать Эйплов и так далее Вот все эти проблемы пропадали Когда я регистрировался через обычный ноут То есть, собственно, это можно избежать через Windows Или через Android с телефона Регаться И, скорее всего, таких проблем не будет Вторая Не моя проблема, но общая Если у кого-то нет Верифицированного аккаунта на госслугах Подтвержденной личности Тогда зарегистрироваться не получится То есть, если никаких операций никогда не делали Через госслуги И надо будет сначала Зарегистрироваться и подтвердить свою личность А уже после регистрироваться в Кесарте Третья проблема Это на моменте моей регистрации Я долго ждал Просто, чтобы отпустилась серверки Они висели Большой поток, наверное, водителей бы стал зарегаться Либо эти серверы не были рассчитаны Под такой напор людей И просто они висели То есть, три дня я минимум потратил на то Что я пытался одну и ту же анкету отправить И она не отправлялась В случае регистрации Все очень просто Если, типа, водитель, допустим, является ИПшником своей машины Это как я И если водитель работает на чей-то парк Это чуть другая история Но очень похожая Если, собственно, такой ИПшник, как я Нужно сначала зарегистрировать аккаунт ИП Это все очень просто Там буквально нужен номер телефона И огран ИП Отправляем заявку Там в течение каких-то дней Получаем ответ Если это затягивается Допустим, там у меня было, по-моему, 4 или 5 дней без ответа Я взял почту поддержки Кесарта Написал им И, собственно, они без ответа На следующий день или через день Мне уже прислали сообщение о том Что аккаунт зарегистрирован Все в порядке Зачем нужно вообще для ИПшников Которые на своей машине Два аккаунта? Потому что придется самого себя Выпускать на линию Нужен, типа, как бы, аккаунт таксопарка Как будто бы, в котором у нас будет Одна машина, допустим, наша И нам нужно будет в этом аккаунте Таксопарка Добавить, помимо машины, водителя Того водителя На которого мы будем выписывать путевой лист И выпускать его на линию Через этот личный кабинет В Кесарте И то есть, собственно Дальше нужно зарегистрироваться как водитель Это чуть-чуть сложнее Там есть такая кнопка регистрации Через госуслуги Под менюшка более полная Нужна будет фотография с паспортом, селфи И нужна будет лицевая оборотная сторона Водительского удостоверения В принципе, с этими фотографиями мы заполняем все данные И потом отправляем уже дальше Эту заявку на получение ID номера В случае меня Мне потом в течение трех или четырех дней Пришел этот ID код И, собственно, по этому коду В личном кабинете ИП Я добавляю себя как водителя Мне приходит на телефон смс Я ее код ввожу у себя в личном кабинете ИП И добавляю себя как водителя То есть, в будущем Когда я создаю путевой лист для себя Я могу выбрать водителя и машину И как бы выпустить самого себя на линию Другой момент Если я просто водитель, который беру машину в таксопарке Мне нужно будет зарегистрироваться просто как водитель И получить этот ID Собственно, ничего сложного Вот она вся регистрация Проблем может быть сейчас чуть меньше Потому что я регистрировался еще месяц назад И сейчас, возможно, все отладили И не успели запустить Кесарт с 1 августа Перенесли на 14-е И за этот период времени могут регистрацию спустить Упростить по максимуму Просто вот для того, чтобы масса людей зарегистрировались И чтобы подать какую-то отчетность государству И запустить этот проект Который пока, возможно, по цифрам По реальным Не очень успешный Потому что многие водители, с которыми я общаюсь Которым я рассказываю Какой дальше будет этап Всего процесса Как нужно себя выпустить на линию Они офигевают И говорят, мы там как бы с компьютером Может быть не дружим Что уж там Говорить о том, как мы себя будем на линию выпускать И многие начинают продавать таксопарки Уже выставляют небольшие машины свои на продажу Посмотрим, что будет 14-е числа С этим бизнесом Какие нововведения ведет этот Кесарт И пока я не жду ничего хорошего Я думаю, клиенты тоже Хорошие ждет, наверное, только наше государство Которое хочет собрать И обернуть новую налоговую базу Говоря о том, что Кесарт поможет в безопасности Но пока я не уверен на 100% в этом Собственно, все В регистрации в этой ничего нету сложного Не платите никому денег сверху за эту регистрацию Она элементарная Почему появляются такие услуги на этом рынке? Потому что люди готовы за них платить Если бы никто не платил за это И все бы говорят, это элементарно, нафиг это надо Эти услуги бы никто не продавал Поэтому сложно осуждать кого-то именно Водители в силу своей неграмотности Не хотят разбираться И платят кому-то деньги А другие, в принципе Готовы воздух продать Но предоставить любую услугу За любые деньги В общем, всем всего хорошего Спасибо за просмотр Удачи Увидимся в следующих роликах Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok